всем добрый день вы со мной на канале юлия иванова сегодня будем стряпать беляши сначала заведем тесто пока она подходит сделаем фарш и сделаем вкусные беляшки так начнем мука 500 грамм отмерила муки здесь у меня 15 грамм дрожжей чайная ложка соли и 2 чайных ложки сахара размельчаем дрожжи засыпаем не стала я сегодня ждать пока поднимутся дрожжи сразу заведем в тесто 250 миллилитров воды у меня здесь отмерено так масло потом дольем начнем потихоньку замешивать это традиционный прям вот рецепт и давайте немножко добавим кефира чтобы тесто было нежнее оно будет пышное более такой как рассыпчато немножко прям буквально вот чуть-чуть там грамм 50 не больше подсолнечное масло я сразу замешиваю так тоже примерно 50 грамм не больше много не надо иначе слишком жирная будет и подъем будет хуже здесь наверху сначала размешаю чтобы с дрожжами разошлось смотреть уже может муки добавить надо будет замешивать прям быстро да наверно надо будет воды добавить сейчас добавлю воды замешаю и потом скажу сколько добавила чтобы не отнимать у вас долго времени вот такое получилось у нас тесто смотрите эластичное хорошее смазала миску маслом колобочек вот так еще прям покувыркать немножко масло чтобы потом у нас она сразу стало никуда не прилипало в итоге я добавила получается на 600 грамм муки 250 на 600 грамм муки 300 грамм воды мерила все в граммах на весах 50 масла 50 кефиру чайная ложка соли с горкой прям 2 сахару без горки просто и дрожжей 15 миллилитров грамм и дрожжей 15 миллилитров грамм все тесто у нас сейчас будет подниматься закрою его крышкой а мы займемся мясом так занимаюсь разделкой мяса ой пришла к дочери у нее же готовлю тут у и курица замороженная и говядина и сало там немножко несколько подложек курятины там и бедрышки все кроме крылышек потихонечку все надо перерабатывать не готовит надо все это будет сейчас перекрутить на фарш пол раковины там сейчас понемногу все это освободим от костей потом добавлю лук сделаем фарш сейчас вот это все мясо подготовлю и включусь обратно так ну вот переработала я все мясо очистила от костей посмотрите какая кастрюлища получилась лук и чеснок тут три больших луковицы и две такие небольшие головка чеснока сейчас все это перекрутим вот здесь смешаем потом фарш люблю я эту мясорубочку эти мясорубочки кстати вот такая лиран эти мясорубочки с дочери у нас одинаковые купили холодильники одинаковые хайр и в подарок дали нам по мясорубке мне нравится недорогая но качественно это не реклама но кто хочет хорошую надежную вот пожалуйста недорого и качественно так начну крутить машина зверь сейчас все скручу смешаю и покажу вам за час как поднялось тесто все мясо все скрутило смотрите какая кастрюль получилась от мультиварки здоровенная чаша полная фарша сейчас напоследок еще кусочек хлеба скрутим я всегда так делаю во первых мясорубка сразу чистится да и отходов меньше включим реверс последние моменты молодец месторубочка отлично прям вас теперь солим перчим я на глаз солю ну вот на такую кастрюлю здоровую я считаю ну вот надо прям вот я по интуиции это обычно делаю перец перчику прям так побольше можно все сейчас осталось смешать конечно на беляши это далеко не все уйдет потому что котлетки можно сделать да и пельмени можно сделать кстати с фаршем я не заморачиваюсь какое есть мясо из того и делаю просто смотрю чтобы была немножко жирность слишком сухое вот если бы одни грудки допустим куриные будет конечно сухое но ну не годится тогда нужно очень много луку еще допустим если одни грудки вот я бы сделала допустим много луку и капусты туда добавила но это были бы уже не беляши но было бы вкусно а так тут смешанной говядина есть свиное сало есть и курица курица все части все сейчас вот это смешиваем фарш готов сейчас я вам покажу тесто как поднялось оно у меня стояло на окне дома тепло помните было сколько его немножко прям вот такой колобочек был вот маленький был вот прям четверть вот так поднялось сейчас посмотрим какое оно маленько масло на руку обомнем его видите какое пушистенькое прям вот так еще обмять можно и теперь уже можно делить на колобки что я и сделаю колобки пускай чуть-чуть даже подниму и можно делать беляшики да я не помню сказала или нет тесто стояло ровно час вот за час получается этом сделала фарш успела еще пару мороженок съесть конечно не без этого ой на улице жара прям жарище а готовность теста я определяю даже по запаху такой приятный такой чуть кисловатый запах если перестоявшие если у вас стояло ну там часа три допустим оно будет уже кислым пахнуть если приятная кислинка оно вот у вас один раз поднялось вы его обмяли все оно практически готово сделали колобки колобки поднялись раскатали или просто расшлепали руками наложили фарш завернули их защипнули чуть-чуть они минут десять прям отдохнут и все на сковороду жарить начинаем делать колобки смотрите тесто совершенно не липнет стол я даже не мазала как вот немножко было масло на нем и все делаем колобки потом они немножечко отдохнут прям буквально чуть-чуть чтобы проще было если сейчас прям сразу начинать их катать то чуть-чуть залипло они не такие податливые будут а чуть-чуть постоят тесто расслабиться и будет хорошо раскатываться не будет обратно съезжаться сделаем восемь дочь сказала мама хватит а то объедимся даже этого много осталось вот так еще тесто даже надо было взвешивать мне сколько в общей сложности получилось тесто а сейчас мы взвешиваем так 0 вот так я сейчас накидаю 950 грамм почти килограмм вот как я говорила 600 грамм муки 300 воды 50 50 масла 50 кефира соли ложка чайная 2 сахара 15 грамм дрожжей все вот это все и тесто ничего туда лишнего не нужно толкать колобки накатали в принципе оно хорошо поднялось можно уже и делать сейчас попробую один нет маленько съезжает пускай чуть-чуть постоят минут десять если тесто остается вот так как у меня положили в мешочек завязали с краю смотрите на самом краю прям вот так завязали там получается есть дырочка и в холодильник если кто не собирается примерно два дня завтра послезавтра делать еще стряпню уберите в морозилку потом разморозите только не толкайте никуда ни микроволновку никуда просто поставьте его на стол оно вот тает поднимется все и можно так же делать а мы ждем десять минут и продолжаем все прошло минут десять вот сюда я буду готова уже складывать чуть-чуть намажу чтобы не прилипло а то если залипнет может потом взорваться дырочка будет так руки я прям вытру чтобы сухо было с маслом плохо будет залепляться я буду лепить руками так что кто говорит что дома нужно лепить в перчатках и ложкой брать накладывать флаг вам в руку извините конечно но это так и есть делаем беляшки вот так их подготовлю можно конечно скалкой кстати скалку взяла у дочери она новая совершенно скалку чтобы она была путевая надо промаслить прям один раз в следующий раз взяли в руки когда работать на скалкой еще промаслили чтобы она тяжелая с годами становилась вот это будет путевая скалка сейчас я ее маленечко маслицем протру надо надо и ручки и все но наверное сейчас то я зря это делаю будет сильно масляно а так вот она даже цвет меняет смотрите красивая красота я просто кто меня смотрит давно уже знает что я работаю в пекарне и говорю это не просто так вот так катаем на беляшки вот такие сочные сейчас все вот так раскатаю расшатала вас увидели бы вы на что на чем вы у меня здесь стоите на двух кастрюлях тефаль стоит лампа с такой большой большой скрабом для волос и там телефон вот смотрите когда раскатываете скалкой когда прям ведете и слышно как пузырьки лопаются внутри это значит готовое хорошее тесто все раскатали краешки старайтесь потоньше чтобы когда будете защипывать чтобы потом получилась небольшая толщина берем фарш вот так вот хорошо фарш уложите столько сколько сможете защипнуть если можете защипнуть когда много фарша пожалуйста если кто не делал беляши то пробуйте сначала с малого количества не ложите сразу много иначе по краям если фарш будет вылазить не защипнется перематеритесь но он не защипнется и в итоге будет дырявый беляш и будет все это шкварчать на сковороде так теперь начинаем залеплять так видно там собираем как обычно беляшки собирают так собрали в пучочек вот такой пучок перевернули вот видите здесь не намазано сейчас сложим на масляное все вот для этого я делала с маслом тоненький прозрачный защипнули защипнули вот так собрали кругленький прям шарик такой перевернули и потихонечку прям полегоньку сейчас все сделаю потом еще раз надо пройтись расплющить хорошенько чтобы все прожарилось вот в пекарне мы делаем на работе мы делаем рубленая свинина с срезанным луком не крученый как у меня я люблю крученый но там вот если делать толстые они не прожариваются ни в печке ни в сковородке кстати сковородка вот такая новейшая нулевая сковородка тефаль дочь купила первые будете вы кто готовит на этой сковороде сразу налью масло масло прям щедро сейчас покажу сколько налила надо чтобы они прям плавали если будет мало масла у вас серединка не пропечется и сильно много тоже не надо вот смотрите прям налила хорошо если будет много будет брызгать во все стороны просто сейчас все защипну и вернусь наши волшебные беляшки смотрите как красиво прям ровненькие готовность горячего масла проверим сейчас разогреется немножко прям вот маленько тесто положили оно должно сразу подняться и зашипеть тогда готово кто-то делает щепотку соли кидает я например и на глаз так вижу так сейчас я перестрою чтобы видно было как жарится все проверяем вот зешка ворчала сразу красота да сколько нужно сейчас все в масле не будет нет в масле не будет у меня же крышка под рукой если что я убавила плиту плиту сразу ставим на сильный огонь но я сюда поставила потому что здесь мне видишь телефон сразу сейчас вот эту чуть-чуть подпечу чтобы по четыре потом думаю войдет по четыре или по три давайте по три закладываем один ох блин тонюсенький совсем продырявила один по три их надо да вот видите масло если больше налить до краев будет у вас все просто расплывется расползется по всему вот это конечно зря совсем уже тоненький такой вон они красавцы уже прям пышненькие начали подниматься ах наши беляшики смотрите кусочек теста прям смотрите какой поднялся прям пампушечка такая получилась я буду откидывать на вот так вот в блюдо поставлю друслак чтобы лишнее масло сразу что будем переворачивать вот проказники какие буянят проказники не дома есть не дома на своей плите конечно я приспособилась уже а тут они у меня немножечко вышли из под контроля ну ничего зато смотрите какие красавцы будут следующая партия пошла эти вот красавчики пышные прям вкусные уже не терпится мне еще еще один большой нюанс раскрыть вам секрет вот говорят где-то покупаешь беляши допустим там ну в любой забегаловке они пахнут подходишь и пахнет прям беляшами а знаете почему потому что там их жарят много ну вот штук двадцать как минимум если пожарить у вас тоже будет такой же запах потому что все равно масло выделяется из бульончик там что-то вот от этого пахнет не от того что вы как-то не так как делаете а именно вот от этого приспособилась я все-таки немножко к плите видите потихонечку булькают все красиво запекается просто я на шестерку до шестерки эта плита идет я поставила на шестерку разогрела потом на пятерку и на четверку убавила не на пятерку на шестерка грелась на четверку поставила мне показалось как-то медленно я прибавила на пятерку и они у меня пошпарили вышли из-под контроля немножко ну сейчас все утихомирила все спокойненько дожариваются последние два беляшика вы наверное заметили что я раскатывала беляшики на масле в итоге получилось смотрите масло прозрачное ну там где-то была дырочка на беляше поэтому чуть-чуть там вот что-то есть муть муть какая-то нагар немножко а если бы ни одной дырочки не было масло бы чистое осталось и если бы вы делали это на муке тогда бы масло сразу стало черное мука горит в масле ну вот и готовы наши беляшики смотрите какая красота пышные вкусные мы уже конечно не удержались с дочерью поели осталось три беляшика ну очень вкусные беляши получились вот кто не девчонки кто не готовил беляши никогда можете смело от а до я готовить по моему рецепту получатся вот такие же вкуснейшие беляшики все кому понравилось милости прошу на мой канал буду все объяснять четко подробно всегда всем пока и до новых встреч я не знаю я не знаю что это не знаю я